Чем Ташкент близок? Я там после ранения в 340-м госпитале лечился. Это тоже сейчас, правда, сделали там базу отдыха МВД. От имени президента республики были вручены золотые часы всем руководителям республиканской организации. Знаете, мелочь, но приятно. Отлично. Это даже не сколько, что это золотые часа, а то, что внимание большое. То, что это подарок от президента страны, это не просто так, ну-ка, рядовое прошло. Я вот тоже призывался с Узбекистана в 81-м году весной. И вот за время предыдущего руководителя государства за 27 лет я не слышал от высоких трибун, чтобы он говорил о наших воинах-интернационалистах. А вот ваша поездка, это практически, я считаю, это реабилитация вот этого замалчивания более четвертвекового. Ну, вы знаете, если в республике поменялась ментальность, и потом, если на территорию республики приехали представители всех ветеранских организаций, практически объединяющие представляющие Советский Союз того времени. Ну, конечно, как может любой чиновник что-то плохое сказать. Это только хорошо, это раз. И второе, мы же видим это не только изменения, что мы приехали, мы видим в целом изменения. Я вот, наши другие товарищи, мы плохими не стали, обучившись в Советской Школе, Советской Узии. Я одну фразу сказал, вот скажите, ребята, подчеркните, какая же республика стала лучше жить? После распада, ни одна. Ни одна. Вы сейчас сказали, мы уходили с Востока, да? Мы уходили, скажем, с оружием, да, уходили, а сейчас возвращаемся без оружия. Вот это наша поездка, вы сейчас возвращаетесь на Восток, вы сейчас побывали. Мы уехали с оружием, в Ульбеке нам вручили сабли. А теперь я вам предложил другой такой, может быть, фантастический вариант, да? Еще какую-нибудь поездку, да, после Таджикистана, может быть, какие-то следующие или последующие года сделать такое заседание в Кабуле. В Афганистане. И пусть там участвуют и американские ветераны афганской войны, и стороны муджахеды, и хикматеанские люди, и таджикского лидера, который погиб, и узбекские достоинства, и другие. Почему бы не провести? Вот в этом же году в Москве был проведен в МИДе переговор с талибанами. Это уже второй переговор. Потому что Мини-Тарактарный дел сказал, нам надо встречаться и делать переговоры с талибанами. А до вас, Ташкандии, Талибаны переговоры проводили, а потом в Москве... Я вам напомню просто, в прошлом году, когда мы проводили в Севастополе спортивное мероприятие, прибыла полностью национальная сборная Афганистана для участия в нашем турнире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...